Благодарность за организацию нашего заседания, нашего клуба, и благодарность докладчикам, очень познавательно интересные доклады были, и слова после доклады тоже. Что я хочу сказать? Во-первых, конечно же, тенденции, которые нас в следующем году, большого оптимизма не привносят. К сожалению, мир будет продолжать входить в конфронтационные ситуации, как в политике, так и в военном, и в экономическом. Конечно же, нас ждут, что касается именно экономики, конечно, нас ждут крупные катаклизмы, и мировой валюты, о чем вы говорили, очень важно, конечно же, это будет. И это нарушение логистики, которое уже практически привело к спаду, к экономическому спаду, как в Европе, так и в России. И, предусловно, мы понимаем, что угроза военного, повторения военного столкновения в Карабахе, она очень реальна. Очень высоко вероятность в этом плане. Конечно же, в этом плане нам есть две задачи, которые мы должны решить. Одна задача – это консолидация нашего общества, нашей страны. Что невозможно при нынешних властях. И совершенно согласен за это, что-то еще что-то. Именно нынешняя власть – первая причина нашего поражения в войне и остальных поражений, которые мы имели уходящим власти. Мы имели очень много поражений. И вторая, конечно же, задача, которая стоит перед нами – это создание такой системы безопасности и обороны, которая могла бы нас, так сказать, сохранить как государство, как нам. Потому что речь идет об уничтожении нашего государства и народа в целом. Такая система может быть создана только лишь, я уверен, при вхождении Армении в союзное государство России. При вхождении ОРСАКО, если не в состав России, но под какой-то протектором России. Все остальные системы приведут к войне и к тяжелейшим, трагическим последствиям для Армении, для Армении, для Армении, для Всевышнего. Поэтому я думаю, что наши задачи являются, в первую очередь, конечно, фальсические задачи. Фальсические задачи, они стоят не только перед нашей страной, они стоят и перед странами Евразийского экономического союза, ОДКБ. Потому что пришло время от полушагов перейти к достаточно решающим шагам по интеграции. А решающие шаги – это отдельная экономическая интеграция, невозможная. Отдельная интеграция или взаимодействие военной области тоже невозможна, как показал ОДКБ. Это все возможно только тогда, когда будет принято политическое решение о политической интеграции. Первые шаги на этом полушаге уже сделаны. Создается общественная палата стран Ярис. Я думаю, в феврале она будет уже создана, оформлена. Но это только первые шаги, и опять-таки полушага. Остальные шаги – это интеграция, российская интеграция на государственном пространстве, которая даст возможность решить не только вопросы нашей безопасности, она решит много вопросов. Она может решить вопросы всех негативных стран, которые образовались за эти 30 лет на постсоветском пространстве. Она может решить вопросы конфликтов между странами и так далее. Конечно же, и это все приведет к открытию логистических путей. И, как следствие, возрождение данных. Хочу вас проинформировать и пригласить вас на мероприятие, которое посвящено 100-летию Советского Союза. Это будет 29-го числа. Ну, 30-го, я скажу, на мероприятие, на мероприятие 29-го числа. Проводите наше движение «Сильный организм России» за Новый Союз. Я думаю, что опыт Советского Союза нам сейчас как никогда нужно употреблять. И, безусловно, важно проектировать этот опыт нам лучше. Спасибо. Спасибо.